Давайте зададимся вопросом, мог ли Гитлер перейти в состояние Самадии? Все ведь мы знаем, что Гитлер злой гений вообще-то, так ведь? А злой может ли это сделать? То, что я видел в Гималаях, конечно же нет, не может, но только потом у тибетских лам я узнал, что бывает и дьявольская Самадия. Но дьявол ведь тоже силен, у него ведь тоже есть своя сила, у него ведь тоже есть своя мощь. И вот сейчас давайте задумаемся над вопросом, был ли дьяволом, дьяволоподобным гением Гитлер? А может быть, не совсем. Мог ли он войти в состояние Самадии? Я могу одно сказать. Гитлер, кстати, как и Сталин, это были очень мощные люди, духом. Вы знаете, вот даже та цифра, которая озвучивается постоянно по телевидению, Гитлер мог перед огромными аудиториями выступать 10 аудиторий в день. Человек должен иметь невероятную психическую энергию, чтобы перенести вот эти вот выступления, где он... Он ведь не только словами брал, он ведь брал еще за счет потока энергии. Я не знаю, какая это была энергия, но могу сказать одно. Анненербе, который он создал, который он возродил. Анненербе это была мощная организация. Многие эзотерики в это поверили. Многие поверили. Поэтому роль Гитлера весьма, господа, неоднозначна. Трудно сказать. Он битый. А битых всегда хаивают. Трудно сказать. Да, он развязал войну. Но с другой стороны был коммунизм. Не менее дьявольский, чем нацизм. Ленин. Так сказать, великий. Который стал уничтожать свою собственную нацию. Ведь за время его правления до 24-го года около 15 миллионов человек было уничтожено в своей стране. И какую бы коммунистическую страну мы не взяли, везде репрессии. Почему? Коммунизм мы не должны считать дьявольским началом. Да, последние годы Советского Союза, послевоенные годы, когда были туристские песни, когда пел Висборг, когда были, вы понимаете, когда люди жили душой и были воистину братьями в том же Советском Союзе. Это было хорошо. Но это было тогда, когда этот дьявол устал от репрессий. А возьмите те годы. У кого есть семья нерепрессированная? Моя семья, например, сплошь подряд. И по папиной линии, по маминой репрессии. Моя украинская половина, мама у меня украинка, с Николаевской области Украины. Кулаки да всех перестреляли. Папа, татарская линия, мулы были, всех перестреляли. Что там взять? Что хорошего? И вот мы ведь выросли в этой стране, которая поражена дьяволом. И ведь этот коммунизм распространялся по миру вообще-то. Возьмите Красные Кхмеры, возьмите другие страны, где был коммунизм, везде репрессии, везде самоуничтожения людей. Вот где дьявольское начало. Полукович и Гитлер мог легонько завоевать всю Европу, в том числе и Англию. Англия была не столь сильна. Черчилль, конечно, в той или иной степени пыжился, что велика Англия, но в то время Англия уже упала. И вы понимаете, ему бы вот так хватило. Зачем надо было идти на Советский Союз, на Россию? У каждого из нас, господа, имеется сознание, когда мы думаем логически, и имеется подсознание. И вот это подсознание, оно все время давит и заставляет нас принимать порой весьма неадекватные решения. И трудно сейчас сказать, кто был лучше. То ли дьяволоподобный Сталин, то ли дьяволоподобный Гитлер, то ли стычка двух дьявольских начал. Дьяволоподобный Дьяволоподобный